Сегодня я буду проповедовать на немецком языке с русским переводом. Сегодня я буду читать некоторые стихи из послания к римлянам. Обычно, когда мы говорим о стихах из послания к римлянам в главах от первой по седьмую. Мы говорим с глав с девятой по одиннадцатую. Я хочу сегодня читать с восьмой главы. Мы будем читать с стиха 24 по 39. Почему я хочу читать именно восьмую главу? Когда я думал, в момент, когда я задумывался о том, какие именно стихи я хочу прочесть из этой главы, я в самом деле хотел буквально все прочесть. И тогда я подумал, может быть, действительно нужно прочитать абсолютно всю главу, полностью все послания к римлянам. И тогда я подумал, может быть, мы действительно сделаем проповедь относительно целого послания к римлянам. Мы предпринимаем попытку это сделать, если Господь нам позволит. Но сегодня я буду читать из главы восьмой послания к римлянам. Поскольку стихи оттуда являются очень побудительными, мотивирующими. Нет, все же я хочу прочесть еще больше. Стихи 18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То есть, существует вечная благодать, которая открывается нам. Но сейчас сперва проходим мы через страдания. Стихи 19. Ибо тварь с надеждой ожидает откровение сынов Божиих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Что и сама тварь освобождена будет от рабства, тленя и свободы славы детей Божиих. В свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. В этом мире мы видим очень много несправедливости. Очень много злого. Много болезней. И многое, что нас разочаровывает. Многое из того, что нас беспокоит и даже создает ощущение страха. В этом мире мы часто живем в абсолютном беспокойстве. Мы наполнены этими беспокойствами и проблемами. Повсюду бывают какие-то плохие новости. И даже если этого недостаточно, то помимо этого у нас есть еще и наши внутренние страхи. И к этому всему мы понимаем, что наши страдания все равно не являются полноценными. И тем не менее, благодаря этому всему мы понимаем, что наше тело не является полноценным. и мы стражаем… стражаем. стражаем нашим телом, стражаем нашей душой, в нашем обществе. И в целом мы страдаем. Мы часто говорили о нашем крике Господу. И во всей природе, у всех тварей происходит это точно так же. Абсолютно все, что имеет вдох, что дышит, страдает. Животные пожирают друг друга. Каждое животное является едой для другого животного какого-то. И даже самое сильное животное умирает и в конечном итоге точно так же становится едой, например, для Бактерий. Тем не менее, приходит время, в соответствии с пророками, когда животные не будут больше друг друга поедать. И придет время, когда больше не будет страданий. И именно в этом заключается наша надежда. Наша конечная надежда. Есть надежда на сегодняшний день, на завтра. И я очень надеюсь, что у вас есть эти надежды на сегодняшний день, на завтра. Мы надеемся на то, что Господь нас будет благословлять, исцелять. Мы надеемся на то, что в скором времени, в самом скором, Господь поможет нам с нашими проблемами. Но, тем не менее, есть в первую очередь основная надежда, основная конечная надежда. И это происходит, когда Yeshua, наш Мессия, вернется. И абсолютно все Твари, все Творения ждут этого с огромным нетерпением. Мы читаем в Библии о том, что даже деревья стучат от радости, хлопают листьями, испытывая радость. Перед Богом. Перед Богом. И мы сами замечаем то, что с деревьями действительно это происходит. Нет, нет, нет. Мы, ну, здесь мы видим, что все деревья плачут и стонут. Так, это тоже наш шикар. В этом заключается наша судьба. Мы воспеваем. И также плачем. Мы радуемся. И бываем грустны. Это смесь. Но есть надежда. И эта надежда в Мессия. Если ты грустный, ты грустный, тебе больно, ты страдаешь. Если ты плачешь, ты плачешь, ты можешь быть абсолютно уверен. То, что и эти деревья тоже. И звезды также. И даже кошка. И собачка. И мышки. Аммайзен. Аммайзен. Аммурави. 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 Абсолютно все. Не только ты один. Не только твой сосед. Не только тот или та, которая сидит слева от тебя или справа. А наоборот все. Ах, наоборот все. Абсолютно все Творения в том числе. Мы читаем дальше. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если видит, то чему ему и надеется. Wir haben Hoffnung. У нас есть надежда. Und Hoffnung ist nicht das Sehen. И это надежда не видение. Wir hoffen auf etwas, was nicht unbedingt unserer rationale Verstand entsprechen kann. Что не обязательно должно соответствовать нашему рациональному восприятию. Auf etwas, was nicht unbedingt logisch nachgewiesen sein kann. Wir können das nicht vorher sehen, logisch. Wir können das nicht vorher sehen, logisch. И именно из этого у нас есть надежда. И надежда эта приходит благодаря вере. Vers 25. Stich 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten, so warten wir mit Ausharren. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Aus Haaren. Das ist wichtig. Es braucht gewisse Bemühen. Und es ist, es ist, es kommt von Geist Gottes, это приходит от Духа Святого, но это едва ли можно назвать само собой разумеющимся. Харран aus. Мы призваны терпеть. Vers 26. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И это абсолютно интересно. Мы плачем. Вздыхаем с грустью. Мы в печали. Спасибо. Нам грустно. Нам грустно. Мы грустим. И так же мы не часто слышим, как муравьи тоже страдают. Или как им грустно. Как им грустно. Как они грустят. Так же мы не слышим это от Духа. Но Дух Божий ему так же по отношению к нам. Когда у нас дела плохо. Помните ли вы о книге Иова? Что является хорошим другом? Кто является хорошим другом? Тот, который может сострадать. И которому будет так же грустно за тебя вместе с тобой. То есть Святой Дух это хороший друг. Стих 27. Стих 27. Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. И здесь работает Дух Господень с нашим собственным Духом вместе. Наш Дух, он испытывает эту грусть. Абсолютно все твари испытывают эту грусть. Мы также испытываем эту грусть в наших телах. Унся гаисть, как наша села, зоевц. Наш Дух, который как наша душа, ему грустно. И Бог слышит это. И у него также есть сострадание. Унся гаисть, как наша села, и он точно так же вместе с нами испытывает эту грусть. Стих 28. Мы знаем, что те, которые Бог любят, все Духа для 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 Духа. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его Изволению, все содействует ка Благу. Это очень важный стих. Абсолютно все служит во Благе, к лучшему. С хорошими результатами. С хорошими результатами. Иногда легко, иногда тяжело сказать человеку, который страдает, а, все будет хорошо. Но, когда мы читаем Писание, те, кто следует за Иисусом, за Ишуа, за них мы можем спокойно сказать, все будет хорошо. Подумайте об этом. Все приводит к чему-то положительному в итоге. Мы не сразу это замечаем. Это не само собой разумеющееся. Но в конечном итоге. Завтра. Или через год. Или через десятилетие. Или еще позже. Но все во Благе. Для тех, кто следует за Ишуа. Для тех, кто призван. Стих 29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, быть подобными образу Сына своего, дабы он был первородным между многими Братиями. Мы это уже читали однажды в Послании к Ефесянам. Мы имеем предубеждение относительно чего-то. Мы уверены в этом. Нет, мы предназначены. И мы знаем, что мы предназначены, мы являемся, даже пред Творением мира. То есть, до Творения мира. И мы к тому предназначены, быть образом Его Сына. Это наше определение. Также и на будущее. В каком смысле? Чтобы он был первородным между многими Братиями. Мы его Братия и Сестры. Мы будем так же восходить, как и он воскресен. Мы будем с ним. Мы будем с ним. Я лезу дальше. Читаю дальше. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Я хочу, чтобы мы снова прочитали именно этот стих. Это не только наше будущее. Не только наше будущее. Это еще и наше настоящее. Это то, кем мы являемся на нашем будущем. Это то, что он уже сделал для каждого из нас. Кстати, я хочу, чтобы вы следили сейчас именно за этими строками в тексте. В своих Библиях. Читаю снова. Стих 30. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Мы святые. Мы прославлены. Мы прославлены. Как часто ты с самим собой так общаешься? Я прославлен. Попробуй сейчас. Я прославлен. Еще раз. Я уже прославлен. Я уже прославлен. Я люблю Яшуа. Я уже прославлен. Можешь ли ты хоть как-то это сказать, чтобы твои губы хотя бы шевелились? Хотя бы шепотом. Я являюсь прославленным. Прославлен. Прославлен. Это наш настоящий. Это наша настоящая. Это наша идентификация, кем мы являемся. Это то, чем и кем мы являемся. Прославлен. 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 Если ты забываешь об этом или отпускаешь это как-то, то ты сделаешь деяния Яшуа гораздо меньше. Читаем дальше. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Это риторический вопрос, не так ли? Господь за нас. Кто же тогда против? О, у нас есть много разных врагов. Но они же не могут победить, поскольку Господь на нашей стороне. И в этом и заключается ответ. Кто против нас? Никто. Шевелись сейчас немножко своими губами. Кто против меня? Господь, Бог за меня. Кто против меня? Никто. Вообще никто. Стих 32. Стих 32. Еще один риторический вопрос. Бог подарил нам самое дорогое, то, что было у Него. Своего единорожденного Сына. Что для Него, например, деньги? У Него есть абсолютно все деньги этого мира. Что для Него время? Вечность. Он находится вне системы времени. Он создал время. Что есть для Него исцеления. Просто. В конечном итоге. Он абсолютно все подарил нам. Это наше наследствие. Это наше наследствие. Абсолютно все включено. Это как отпуск. Все включено. И уже оплачено. Он абсолютно все подарил нам. Благодаря Машиаху. 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 Стих 33. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Мы часто в чем-то виновны. Обвиняемые. Обвиняемые. Другими. Которые нас критикуют. Дьяволом. Которые и называются тем, которые часто обвиняют. И еще хуже. Нами самими. Мы об этом также уже много раз говорили. Обращайте внимание. Слушайте то, как вы сами с собой разговариваете. Ах, ты глупый или глупая. Ты снова это сделал. Какой же ты грязный и порочный. Ты настолько неблагополучный. Все эти вещи самому себе. Моя вина. Всегда. Я вот какой-то такой. У меня руки будто не оттуда растут. Я не могу с этим справиться. А, я снова это забыл. Снова поздно пришел. Снова что-то не сделал. Я такой никакой. Такой плохой. Кlingt это irgendwie bekannt? Звучит ли это знакомо? Тогда, ну, иногда мы сами бываем в чем-то действительно неправо. И тогда мы думаем, я такой плохой. Ах, бедняжка. А что же написано в этом стихе? Кто же будет обвинять избранных Божиих? Дьявол. Кто-то другой. Например, твой сосед или твой коллега. Или член семьи. Или ты сам себя. Бог оправдывает их. Нас. В Йешуа. Он делает нас оправданными. Оправдывает нас. Подумайте об этом. В Йешуа. В Йешуа. Ты уже оправдан. Потому что Он тебя таким сделал. И для конечной надежды ты именно таков. Это то, кем и чем ты являешься. И если ты слышишь какие-то претензии, обвинения. Даже от самого себя. Я не хочу при этом сказать, что мы абсолютно безгрешны и никогда ничего не делаем не так. Конечно же мы делаем ошибки. Конечно, делаем мы какие-то грехи совершаем. Но как кто-то сказал. Бог не видит этого благодаря крови Йешуа. Мы говорили уже об этом несколько суббот. Он, то есть Йешуа, взял это на себя. И если мы это понимаем, то и жить можем лучше. И более праведно жить. Мы читаем дальше. Верс 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесс наю Бога. Он и ходатствует за нас. Никакого сомнения. Осуждает? Никакого осуждения. Ешуа был уже за это осужден. Это уже сделано, это уже совершено. Обдумайте это. То, что здесь написано, я хочу именно это подчеркнуть снова. Это именно тем написано, кто верит в Ешуа. Ни другим. И сейчас поговорим о чем-то более сложном. Окей, немножко тяжелее. Например, кто-то сделал тебе что-то злое. И он верующий. И ты думаешь, verdammt. Ах, он должен быть осужден. Да, должен быть осужден. Вполне возможно, ты прав. С твоей точки зрения. С человеческой точки зрения. Да. Абсолютно верно. По отношению к тебе отнеслись как-то несправедливо. Сделали что-то несправедливое. И ты думаешь, сделали что-то ужасное даже. И, конечно, ты думаешь, что человек должен быть осужден. С твоей точки зрения. С человеческой точки зрения. Сделал что-то. Но с точки зрения Бога. Нет. Кто-то уже был за это осужден. Кто? Ешуа. Вполне возможно, и ты сделал что-то нехорошее. И какое-то количество людей может думать, «Ах, ты должен быть осужден». Или осуждена. С человеческой перспективы, да. С точки зрения. Но не с точки зрения Бога. С точки зрения Бога. Кто-то, кое-кто уже был осужден за тебя, за твои содействия. Вместо тебя. Вместо тебя. Кто же это? Ешуа. Ешуа. Меня за мое прошлое. Я буду тогда прегрожать ему о его будущем. И его будущее. И его будущее. В Озере Памяне. а наше будущее с Ешуа в его благодати и славе. Ешуа сам сказал, что те, кто в него верят, не приходят на суд Божий. Читаем дальше. Стих 35. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано? Это еще один очередной риторический вопрос. И ответ на него. Ешуа за нас умер. Но кто будет нас от него отделять? Никто. Кто нас отделит от него? Кто отделит от него? Никто. Саг это einfach. Немец. Скажите, слух, никто. Беги deine липы. Шевели губами своими. Никто. Скажи это. И ничто, в том числе. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Следующий. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Как же здесь к нам обращаются? В стихе 36. Но в стихе 37. Преодолевающие. Мы те овцы, которые преодолевают. Мы победители. Поэтому скажи сам себе. Да, я овца. Но это ведь не вся картина. Я есть победитель. Денк darüber нах. Обдумайте это. Скажите это сами себе. Скажите это также и дьяволу. Я есть победитель. Я их sehe wahrscheinlich wie schlachtschaf. Да, я... Я выгляжу, как овца ведет меня на заклание. Я выгляжу, как овца. Но я все равно в Ешуа являюсь победителем. И сейчас мы прочитаем три последних стиха здесь. И, пожалуйста, следите за этим текстом в ваших Библиях. Но в этом allen... В стихе 38 и 39. ГОВОРИТ НА АВТЕМАННОМ ЯЗЫКЕ Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее и ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Обдумайте это. Кто же может отлучить тебя, оторвать тебя от него и от его любви? Никто. Что же может оторвать тебя от него и от его любви? Ничего. Гар nichts. Абсолютно ничего. В этом списке мы видим некоторые вещи, которых боимся. И так же вот этого и так далее. Die Bedeutung ist. Значение тому. Нiemand. Никто. Und nichts. И ничто. Kann uns. Ни может. Нас от Yeshua. Und von seiner Liebe trennen. И от его любви. Оторвать. Nichts, was uns man sagt oder tut. Ничего, что бы человек ни сказал или ни сделал. Nichts, was wir sagen und tun. Ничего из того, что мы можем сказать или сделать. Nichts kann uns von ihm trennen. Ничто не может нас отделить от него. Aber ich bin so unvollkommen. Но я же такой недостаточный, несовершенный. Попробуй стать лучше. Doch Geist Gottes. Ты есть. Попатайся стать лучше с помощью Духа Святого. Und. Aber. Ich habe wieder das getan. Но я. Wieder? Я опять это сделал. Wieder. Да, я опять это сделал. Окей. Окей. Versuch es nicht mehr zu machen. Тогда снова попытайся больше этого не делать. Ich bin verdammt. Ах, какой же я глупый. Nein, nein, verdammt. Виновный. Осуждение я испытываю. Nein. Не. Jemand anders. Stab auf dem Kreuz für dich. Кто-то другой ведь умер на кресте. Und sein Name ist. И имя ему. Jeshua. Jeshua. Und deswegen. И по этой причине. Bist du mit ihm. Ты есть с ним. In seiner Liebe. В его любви. Für immer. Всегда. Und ewig. Absolutно навеки. Davon und abhängig. Независимо от того. Was du machst. Что бы ты ни делал. Und was du tust. И что ты. Что бы ты ни делал. Weil dein Leben für die. Mit ihm. Потому что твоя жизнь в нем. Nicht dein verdienst. Это не есть твоя заслуга. Es ist sein Werk. Это его деяние. Sein Werk. Его действия. Nicht deine Güte. А не твоя добродетель. Sondern sein Opfer. Aber er ist aufverstanden. Aber er ist aufverstanden. Wir haben es gerade gefeiert. Er ist mit uns. Er ist für uns. Nichts kann uns davon trennen. И ничего. Не может нас. От него. Отделить. Jeshua sagte. Jeshua сказал. Ich gebe meinen Schaffen. Ich. Schaffen. Отдаю моих. Овец. Ja. Отдаю моим. Овцам. Я даю моим. Овцам. Schaffen. Овцам. Жизнь вечную. Das erige Leben. Und sie werden nie sterben. И они никогда не умрут. Und nie verdammt. Und nie wird sie von meinen Händen wegreißen. Das ist unser Messias. Das ist unser Erlöser. Das ist unser Erlöser. Und ich will nochmals die Verse 38 und 39 lesen. И я хочу снова прочесть слух стихи 38 и 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpft uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Messias Jeshua ist unser Herr. Und jetzt versuch, deine Lippen zu bewegen. Und jetzt versuch ich es oft zu wiederholen. Und jetzt, möglicherweise können wir laut sagen. Halleluja! Halleluja! Amen. Amen.